Поколению детей, опалённых войной, посвящается Екатерина Иосифовна Жук. Живите все! Екатерина Иосифовна Жук долгое время после замужества жила в Архангельске, работала на хлебозаводе. Тяжёлый труд ей знаком с детства. Выросла она в белорусской деревне Гринкей, Гродненской области. Там и познала все ужасы Великой Отечественной войны. Ну, немцы зашли быстро, где-то на пятый день уже у нас были. Матка, матка, матка. Далеко, мама-пань, далеко. Пять дней, может, пять дней, может. Застали врасплох. Потом остановились, у нас груша там была, во дворе большая, под грушей котёл. Варили в котле еду. И у нас свиня должна была не сегодня, а завтра поросят привезти. И её взяли за ноги, тащат. Мама-пань, что показывает, что вот. Он полену взял вот так и, да мама, я мамочку закричала. А потом мы были под оккупацией. Они заходили. Сколько раз приходили всех старых людей, взрослых. Берите лопаты, всех посредине села. Вырнали. Ну, мы уже думали, что, может, будут расширывать или что. Они только нотацию почитали, что, значит, партизанов не кормите, всё вот такое. А потом уже, когда были четыре года в оккупации, то они приходили и вот скажут, столько-столько, вот корову сегодня дать. И все скидывали деньги, кому-то платили и сдавали им мясо. Придут, выбрали. Вот ты не хотел человек, но вот ты будешь старостой, как тут Солтус называл тебя. Вот дадут кошек, пойдите, собирайте яиц. Вот такие карманы понабиваете яиц, а куда они, не знаю. И потом на паспорта, когда уже фотографировать, у себя людей гнали. А соседская женщина и моя старшаяся три дочка, им было по пять месяцев. И я нянчила. Они поехали фотографироваться на паспорта, и немец зашёл. И вот видеть, беднота. Мы тогда держали, наверное, куры с чем-то, и они тоже пожрали их. Яйки, яйки, яйки. И говорит, хорошо, хорошо, вот и школы нету, и работы нету. Аня, работа-то есть, а школы нету. Мы четыре года не учились, что немец надо будет учить. А потом были партизаны и немцы. Вот в нашей деревне только три человека. Чего-то, я не знаю, может, кто что-то сказал. Да немцы забрали и убили их. Один-то вернулся живой. Один. Говорю, пытки делай на стул и вот так вот. Так, говорит, если б уже ударили, ударили и всё, то, говорит, и потом, говорит, ходит, ходит, ходит. И потом придёт, опять ударит. Да чего? Что, говорит, эту табуретку и листут. Это, говорит, с дубами, говорит. А вот на этих больших рынках так много людей убили. Там учителя были, убили учителей. Таких убили. Это одно утро, я помню, вышли люди на улицу утром. Это было слышно, как там плакали. Так тут у нас было слышно. Их в лес завезли и там поубивали. Её детские воспоминания о том, как сестру Любу увезли на работу в Германию, о массовых расстрелах мирных жителей, стали основой авторского стихотворения Натальи Леонович. «Живите все». «Живите все», сказала, принимая котят. Богатый Марьюшкин приплод. Все вырастут, все семеро играют, весельем обживают огород. То спрячутся в развалинах сарая, То вдоль по жордочке, как в цирке на показ. Мышей в округе лихо распугали, Не беспокоить приказали в раз. А в час обеда дружную ватагой Пушисто тычутся в молочные харчи. Поели и живите, работяги, А мне ещё носить в дровах печи. Хозяйку старую соседушки бронили. «Накойте, Катерина, э, карать, В твои-то годы разве же по силе? А рабу я такую, на содержание брать!» Старушка молча щурилась, глядела, Как взбившись плотно в полосатый круг. Родня кошачья друг к дружку грелась, В мурчании, в сонном проводя досуг. Вот так войну бывало на палате. Сестрёнки прижимались мало-мала. Тепло струилось сквозь прорехи платья. Картофелина сладкая плыла По ряду ртов голодного вечерья. «Одна на всех, тихонечко кусай!» «Мама, не страшно, слышь?» А вот этот в двери шептун стучит, Плешивый полицай. Зашёл шептун, осипшим говорком, Приказ немецкий, зачитался листочка, Марии, нашей старшей, матерком. Велел шагать в комендатуру срочно. К Германию в работницах нужда. И страх сдавил бессильем тишину, И слёзы градом хлынули, Когда в море Ашенплат Шептун винтовкой ткнул. Прощание горькое мы знали на века. Живите все, последний всем поклон. Спасались бегом мы леса, река, И лагерь партизанский, И заслон еловых лап. Колючая пора. И о расстрелах слухи нет для нас, И помощь поварёнкам у костра, И гильз пустых секреты про запас. К концу войны домой, к родной печи, А дом сгорел в пожарище боёв. О мысли к прошлому, как стайка воробьёв. Живите все, у смерти сто причин. Рябинка наша в памяти сестре Насыплет ягод, Что раскинет плат. И кошка, как хозяйка во дворе, Обмуркивает радостью котят. Живите все. Журналист Наталья Леонович Бездомных кошек, Работает по мере возможности В огородике, возле дома, На котором олеет Знак Великой Отечественной войны. Звезда участника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин